Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. Пятница, 12 июня. Еще раз доброе утро всем, 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 кто к нам сейчас присоединился и кто нас слушает. В эфире Личное утро на Радио Болтком. И гости у нас для Личного утра очень подходящие. Она улыбается так, что просто мы знаем, что это утро будет хорошим, а значит и день, и вечер, и так далее. Все у нас будет хорошим, должно быть. Это Ксения Соловьева. Она руководитель проекта «Мам-кафе», тренер групп поддержки родителей и человек, который в Риге значит очень многое. Я уже говорила в предыдущем часе, анонсируя, что благодаря Ксении жизнь родителей и детей становится немножко счастливее. Доброе утро, Ксения. Доброе утро. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть, как я рада тебя обнимать и всех ребят на Болткоме. Жизнь, она и жизнь. И понятно, что то время, которое мы сидели все по своим норкам закрытые, сейчас мы наслаждаемся каждым мгновением вот этого тепловзаимообмена. Да, то есть получается так, что нас надо в чем-то ограничить, чтобы мы поняли свое счастье. Это про свободу. Это про свободу. Как только ты немножко начинаешь быть ограниченным в чем-то, то ты понимаешь, что, блин, вот как-то надо возвращаться. Ну вот, слава богу, мы вернулись. Период этот заканчивается, закончился практически уже. Будем надеяться. Да, будем надеяться. Но все прошли его по-разному. Кому-то тяжелее далось, кому-то тяжело, но он держался так, что никто не заметил. Среди этих людей, например, Ксения есть. То есть мы не сомневаемся, что это был очень непростой период. Тем не менее, вот вокруг Ксении и ее мам-кафе собиралось такое количество людей, и виртуально собиралось, и лично, которые держались буквально за вас. Может быть, с этого и начнем? Ты знаешь, наверное, самым ярким примером вот этой взаимовыручки, взаимоподдержки можно назвать группу поддержки мам, которые мы с психологом Рижской Наташей Зацепиной собрали, назвали «зажигалки», да, потому что зажигалочки – это вот мамы, они такие вот, они сами тлеют, но пытаются зажечь других. И вот эта группа поддержки, она оказалась реально необходимой, потому что у меня посыпались письма в личку, да, с просьбами о помощи. Это вот с марта, да? Да, да, то есть вот прям вот практически сначала, когда женщины, очень многие остались одни 24 на 7 дома с детьми, мужья где-то были там в морях, которые не пустили туда, сюда, или еще какие-то ситуации, или просто не смогли приехать. Вот это вот время, оно как бы многие семьи развело по разным углам, да, свело тоже и развело, то есть истории разные. Но посыпались письма с просьбой о помощи, я взяла трубку, позвонила Наташе, говорю, Наташ, надо что-то делать. И мы собрали группу, мы собрали ее бесплатную совершенно, да, то есть, ну, как бы мы сказали, что, девчонки, вы можете перевести на благотворительный счет копеечку какую-то, да, Ну, чтобы не было, ну, был взаимообмен, да, у нас было 13 мам, 12, и мы их провели бережно, собираясь каждое утро пятницы в зуме. В зуме, да. Первая встреча была, конечно, она была оглушительная по своему накалу, девочки плакали. То есть, каждая девочка плакала, да, потому что это сильные, смелые тетки, которые вынуждены были держаться, а им держаться было не за что. То есть, это была такая история, ну, ее не передать словами. И мы их провели, и когда на прошлый четверг мы встречались в мам-кафе уже очно, они многие впервые увидели друг друга. То есть, мы пять недель были в режиме онлайн, и пришли эти красавицы с накрашенными губами, в платьях, с цветами. То есть, ну, фантастические женщины с высоко поднятой головой, да, которые улыбались друг к другу, обнимались друг к другу. И несколько человек сказали, что их личные терапевты сказали, что именно эта группа уберегла их от антидепрессантов. То есть, это действительно был очень важный шаг. И мы опускались настолько глубоко, насколько девочки позволяли. И это было не просто бла-бла-бла, действительно группа поддержки. И сейчас чатик в WhatsApp, который мы создали для этой группы, он живет своей жизнью. Там миллиард сообщений в день, они друг друга поддерживают. Мы их еще запарили, чтобы каждая, ну, как бы, курировала другую, чтобы они в течение недели тоже не были, ну, поодиночке. И сейчас это такая мощь, и даже если у них что-то случается, ни мне, ни Наташа там уже не надо присутствовать, потому что они единый организм, который поддерживает друг друга. Это фантастика. Это дико важно, это дико важно. Это фантастика, такие вещи происходят. Вот жили люди сами по себе, а потом они раз и соединены. Причем, Рит, ты понимаешь, вот, ну, когда 15-го числа марта, да, я получила письмо из Рижской думы о том, что мы должны прекратить свою деятельность, да, вот я осознавала, что вот сейчас как никогда нужна поддержка еще больше. Да, но есть люди, у которых действительно нет возможности оплатить пакет интернета, действительно нет возможности. И я очень рада тому, что мы уже со следующей недели опять возобновляем социальные группы, потому что я наблюдаю, я, вокруг меня очень благополучная среда, это правда. Да, и дело даже не о материальных вещах, хотя о них тоже. Пострадали сейчас все абсолютно, мне кажется, нет людей, которых, ну, из этого времени они, не потеряв ни одного пера, вышли. Нет таких. Нет, конечно. Вот, и вокруг меня очень благополучные люди, которые могут просить о помощи, которые приходят и говорят, послушай, мне кажется, нужен психиатр уже, а не психолог, да, то есть это очень высокая степень осознанности. Но есть и другие, которым помощь важна еще больше, то есть вот у нас перед карантином заканчивали две группы, путеводитель по воспитанию подростка и эмоциональное воспитание ребенка от социальной службы, то есть интернерическая социальная служба, это раненые родители, которым помощь нужна еще больше. И вот эти люди, они на протяжении карантина звонили и спрашивали, когда, когда мы продолжим. И когда стали немножечко, ну, облегчать вот эти вот правила, они стали приходить сюда, в мам-кафе. И я каждый раз их видя, я понимала, что он пришел, притащился, не спросить, когда мы начнем, он пришел увидеть, что все на месте, и мы действительно продолжим. Это такой якоречек, да, но вот на следующей неделе продолжаем. Синя, давай для тех, кто вот, может быть, не совсем знает про то, чем ты занимаешься, и мам-кафе, вот сейчас уточним, мам-кафе – это что? Это же не просто кафе, люди думают, что пришел покушать, да? По кушать тоже можно прийти, да, и на самом деле, ну, знаешь, у меня есть одна клиентка, ну, даже, вот, я не знаю, как называть людей, которые меня окружают, это не мои клиенты. То есть это мои соратники, это, ну, соучастники процесса, потому что мы работаем… Единомышленники. Единомышленники, но когда они приходят, они еще не совсем единомышленники, да, иногда и бывает и протест, да, там, вы не правы, однозначно, я не права, я не истинно в какой-то инстанции вообще. Мне понравилась, как одна девочка, которая вместе с мужем давно работает со мной, и это замечательная семья, и, знаешь, иногда такие бывают моменты, вот, ты смотришь на пару, и видишь, что вот было бы здорово, чтобы сейчас к ним в семью пришел еще один ребенок, и тебе ровно через неделю раздается телефонный звонок. Это дико круто. Так вот, она однажды сказала, и я, кстати, об этом всегда говорю на первой встрече, что «Мам-кафе» – это какая-то другая матрица. То есть там витают идеи, которые сейчас, они только-только начинают приживаться, о том, что ребенок – это не маленький взрослый, и его нужно не выдергивать, а опускаться к нему. О том, что отрицая ребенкины эмоции, ты запрещаешь ребенку думать. О том, что наказывая ребенка, ты лишаешь его естественного процесса осмысления содеянного. Это я цитирую Хаима Генота. И когда мы об этом начинаем говорить, да, то есть некоторые родители, они говорят, что придя в «Мам-кафе», ты как будто в «Матрице» съел красную капсулу. Мне очень нравится формулировка такая «капсула безопасности». Это у вас на страничке прочитала, да? «Мам-кафе» кто-то написал, что это «Моя капсула безопасности». Мне плохо, у меня проблемы, я не могу, я справляюсь, но не всегда. И тут я прихожу туда и попадаю. Да, потому что команда, которая со мной работает, она очень принимающая. И постоянно, каждое утро я говорю девочкам, что, девочки, все, что говорит наш гость, это не про вас, это про него. И если он чем-то недоволен, он недоволен не вами и не обслуживанием. Там, возможно, что-то произошло, и мы можем сделать так, чтобы вот именно с нашего места его день сегодня улучшился. Девчонки, они такие, ну, они, конечно, совсем не психологи, они прекрасные хозяйки стойки «Мам-кафе». И на самом деле, ну, у девочек очень-очень тяжелый труд. У них очень тяжелый труд. Они встречают десятки людей, и они должны понять, что у него с настроением. Почему «Капсула безопасности»? Ну, потому что это не только психологическая поддержка. В «Мам-кафе» вот интересно наблюдать за группами, да, вот когда собирается группа. То есть «Мам-кафе», уточним сейчас сразу, проходят семинары, проходят практикумы, да? И проходят встречи. Да, это место поддержки родителей, да? Это где группы, семинары, тренинги, лекции, какие-то творческие вечера, да? То есть мне еще близко «Лабу Вецеку Даритава», место, где делают хороших родителей. Да, то есть это такое местечко, где ты пришел злой, растрепанный, да? Тебя достали дети, а ты попил кофе. Ты немножко отдохнул, ты почитал журнальчик. Перезагрузка маленькая. Да, и ты понимаешь, что, блин, ну не все так уже плохо-то на самом деле. Все хорошо, все живы, здоровы, и можно двигаться дальше. И почему еда ассоциируется всегда с процессом безопасности? В месте, где опасно, ты есть не будешь. И мы очень хорошо видим по группам, да? У нас группа работает 10-11 недель. С третьей недели люди начинают есть у нас. То есть до этого они приходят, ну те, которые пришли именно как в обучающий центр, да, они не едят. Но где-то с третьей встречи, когда они поняли, что у нас безопасное пространство, они начинают у нас есть. Бывает наоборот, он пришел есть, у нас безопасно, а потом он смотрит в другой зал и говорит… Подтянулся туда. А что там? А куда они пришли? А что это такое, да? А что это вообще за люди? И ты говоришь, ну мы не только кафе, мы вообще-то по большому счету центр поддержки семьи. Центр поддержки семьи. Мне очень нравится вот эта ваша идея, когда собираются родители с детьми, а с особенными детьми. И кто-то занимается детьми, да? То есть родители сами по себе, они слушают, они что-то важное делают и узнают. А в это время их детьми занимаются профессионалы. Ну потому что каждому нужна передышка, каждому нужна передышка. И есть действительно родители, у которых этой передышки просто нет. Ну в силу каких-то причин, или он даже себе не разрешает. Знаешь, я все время рассказываю эту притчу. Ты ее сто процентов знаешь, это когда к равину пришла еврейская мама, замотавшаяся, устала, и говорит, Рэбэ, что делать, пять детей, я нервничаю, я на них кричу, муж постоянно работает, денег нет, дети бесят. Ну я же еврейская мама, я должна быть хорошей мамой. Рэбэ дал совет, после чего каждое утро пятницы перед шабатом мама шла на рынок, покупала что-то себе, приходила на кухню, закрывалась. Дети к ней стучались, стучались. А мама не открывала дверь. И однажды, через несколько пятниц, когда мама забыла закрыть дверь, дети врываются в кухню. Любопытные дети. Да, соскучившиеся. Мама сидит на диванчике, пьет чай со сладким цимисом. Они такие, мама, мама, что вы делаете? Она такая, ша, дети, я вам делаю хорошую маму. Очень мудрая притча, конечно. Это как раз про это. А я вчера пересматривала фильм «Золушка», очень его люблю. Просто цитировать можно бесконечно. И вот там тоже такая фраза. «Натирая пол, я научилась танцевать. Терпя напрасные обиды, я научилась думать. А слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь». Тоже вот в эту же сторону. Мы тут с мужем пересмотрели тот самый Мюнхгаузен, который тоже можно разложить на цитаты просто. Знаковый. Это то, о чём мы с тобой говорили, да, что детские книжки надо перечитывать. Потому что открываются совершенно другие смыслы. Ты открываешь ту же «Золушку», да, и, не знаю, «Осееву», «Зощенко». Детские рассказы «Зощенко» я просто обожаю. Это просто что-то невероятное. Я когда… А Драгунский с его, Денискиными рассказами. Это взрослая книга. Она очень даже… Это взрослая книга. Ты знаешь, да, что Дениска в Саулу Красной живёт? Нет. Серьёзно? Дениска живёт в Саулу Красной. Он уже совсем не Дениска, он взрослый. Совсем не Дениска. Да. Да, Денис Викторович. В своё время эта книга «Денискины рассказы», они, конечно, там воспитали очень много ненавязчиво. Воспитали очень многих детей, которые сейчас уже родители, и продолжают читать это своим детям. Я вообще настоятельно рекомендую перечитывать то, что мы читали в детстве. Даже то, что сейчас не в стриме, не в тренде, не в потоке, того же Гайдара. Ну да. Да, потому что там ведь есть вещи, которые они вне времени и вне пространства. Но что касается сказок, это, конечно, не просто так они придуманы. Это главные мудрости. То, что нам нужно знать, оно вот в такой лёгкой форме. И я вообще не считаю, что это детские. То есть деление на детские взрослые очень условное. Потому что возьмёшь Андерсона, и в разном возрасте ты это читаешь, и по-разному начинаешь разные пласты понимать. Да. Но насчёт лёгкости, знаешь, есть очень нелёгкие вещи. Тот же Перро. У него братья Гримм. У них же очень непростые сказки. Иногда вот ты начинаешь говорить с родителями, они говорят, я своим детям такое читать не буду. Ну, потому что это страшно. Там отнёс в лес, оставил детей на съедение. В детстве очень многие вещи, они проживаются по-другому. Не воспринимаются. Страх, он действительно, его нужно прожить. В него нельзя, ну, не окунуться. Вот только окунаясь в страх, ты действительно с ним сживаешься, ты можешь его прожить. Ну, вот все эмоции, да, все эмоции. Вот я сразу хочу сказать, те, кто нас смотрят на видео, да и будут видеозапись смотреть. Ксения пришла не с пустыми руками, она принесла очень красивую книжку. Мы сейчас перед перерывом её покажем, а сразу после перерыва маленького на рекламу мы продолжим прям с этой книжки. Можно её так прям указать даже, да? Она называется «Азбучные истины». Азбучные истины. Самые простые вещи, которые объясняют известные люди. Вот на обложке прямо они перечислены, да, среди них есть кто там? Акунина, есть… Татьяна Толстая. Татьяна Толстая, есть Борис Гребенщиков, он словом «покой» объясняет букву и краткое. Каждый выбрал себе слово, понятие, да, и каждый доступно объясняет. Вот мы сейчас делаем маленький перерыв, а потом с какого-то слова, которое Ксения выберет из этих азбучных истин, мы начнём вторую часть программы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Личное утро» на радио «Болтком». Напоминаю, что с нами сегодня Ксения Соловьёва, хозяйка, основатель, руководитель проекта «Мам-кафе» и человек, который очень много в Риге делает для того, чтобы наши семьи, дети и родители были счастливее. Я забыла сказать, что звукорежиссёр с нами сегодня Евгений Копеин, а программу веду я, Рита Трошкина. Вот в середине, ну хотя бы в середине надо озвучить. Да, а говорим мы, ну у нас «Личное утро», вот мы говорим обо всём хорошем и важном, с чего надо начинать день. С чего начался день, Ксения? Давай сразу. День начался с «Доброго утра», у меня есть подруга, которой мы друг другу обязательно пишем «Доброе утро», да, и когда вдруг по какой-то причине моё утро бывает добрым, но слишком быстрым, да, я забываю написать или ответить, да, это такой уже немножечко момент тревоги. И вот в группе, про которую мы с тобой говорили, там тоже есть одна мама замечательная, Анна Упита, прекраснейшая женщина, фантастическая, у неё двое особенных детей. И эта мама, она делает очень много для того, чтобы мальчишки были социально интегрированы. У неё фантастические дети, она сама потрясающая, невероятная красотка, такая рыжеволосая, статная, латышская красавица, потрясающая. Так вот, она каждое утро шлёт в эту группу картинки, и как только Аня чуть-чуть задержалась, группа такая, девочки, что происходит? Да, то есть, ну, как бы, моё утро началось с «Доброго утра». Это здорово, это здорово. В 6 утра, наверное, да? Иногда бывает и в 5.20. Ой-ой-ой, как говорил герой нашего фильма, о котором мы только что вспоминали, подъём в 6 утра – ненаказуемо. Правда, что-то героическое в этом есть. Да, из книжки. Мы прононсировали книжку, которую ты принесла с собой. Покажи, пожалуйста, ещё раз её, да, вот «Азбучные истины». Давай какую-нибудь, ну, видно, конечно, да, это будет видно на видео. Давай какую-нибудь истину, вот какое условие? Фантастическая вообще книга, конечно. Я сразу сдам точку, куда ходить за уникальнейшими книгами. Это Арина Линдонен, это «Вилки Букс». Рита прекрасно знает, что реклама, простите, радио болтком не проплаченная. Там это «Дзирнову-2», если я не ошибаюсь. Это Арина, она просто волшебница детских книг. Она привозит такую фантастическую литературу. Честно, я к ней в магазин стараюсь не ходить. Потому что как я только туда прихожу, я начинаю вожделеть всё. Либо я там просто пропадаю, живу я там. Так вот, однажды я вдруг увидела, это было там, наверное, уже года два назад. У неё на страничке она выставляла новую литературу. Я увидела «Азбучные истины». Увидела эту книгу, и у меня просто вот царапнул, схватил за душу, да, 33 буквы русского алфавита, 33 громких имени русской культуры, 33 понятия, без которых в жизни не обойтись. Что же это за понятия, без которых в жизни не обойтись? Я открыла и стала смотреть, да. Это авторитет, это вечность, это гнев, это добро, это ерунда, это ёрничество, это зло, о котором пишет Людмила Петрушевская. Это искренность, это покой, о котором пишет Гребенщиков. То есть я просто вцепилась в эту книгу, да, и я поняла, что это должна быть одна из книг, которая будет периодически лежать где-то на доступном месте, потому что книги стоящие на полке, но рука подростка туда не тянется. А у меня два пацана, которому одному 14,5, второму 13. Я, кстати, вот перебью, вот сколько раз я заходила в Мам-кафе, да, я всегда видела одного из этих пацанов, любого одного или другого, с книжкой в руках. Это меня всегда просто потрясало, потому что идёт ребёнок и читает на ходу. Это прекрасно, это просто прекрасно. И на самом деле, как бы, я им подкладываю, да, какие-то вещи, которые вне списка школьного, вне чего-то, да. Тут у младшего увидела коронацию Акунина лежащую, ну, как бы, сложно, да, но через дебри продерётся, что-то он увидит. Почему сейчас дети не читают, да, потому что родители читают с гаджетов. Ребёнок, он существо очень конкретное. Если родитель читает с гаджета, ребёнок думает, что родитель играет. Поэтому я обязательно рекомендую родителям, да, брать книгу и в неё вкладывать гаджет. Ну, ребёнок будет видеть, что вы с книгой, по крайней мере, уже будет создаваться какой-то пример. Я открыла Рид покой, да, вот, и перед покоем искренность. Такие вещи, они очень, как бы... Дорогого стоят, я бы сказала. Важные, да, потому что, например, ну, про меня в Риге часто говорят, что я очень жёсткий человек. То есть я знаю, почему так говорят. Я очень берегу свои границы. Я их рьяно охраняю. И для меня, например, сказать, извините, я не ваш тренер, ну, это нормально. Для меня сказать, извините, я не смогу с вами работать, это тоже нормально. И есть люди, которых это обижает, да. На самом деле это вот то, о чём в этой книге, да, вот красными буквами написано, искренность – это когда ты что думаешь, то и говоришь. Иногда для людей это может звучать оскорбительно, а иногда даже по-хамски. Понятно, что если я думаю, что, ну, там, что-то и произношу это в какой-то хамской форме, да, это будет оскорблять. Ну, чтобы не обидеть человека, это понятно. У меня никогда нет цели обидеть человека. Это правда. То есть я сознательно никогда не готова… Ну, я достаточно зрелый человек, я так думаю про себя. Но иногда мои слова могут обидеть. Это, ну, по какой-то причине. Поэтому я учу людей говорить. Я сама учусь вербализировать так, чтобы говорить про себя. Да, например, что я очень огорчена тем, что моё мнение не совпадает с вашим. Это моё мнение. Да, я очень огорчена тем, что я не смогла вам помочь. Ну, вот сейчас очень, кстати, важную вещь вот сказал, произнесла-то, потому что можно так сказать, я огорчена тем, что мы, у нас разные мнения, да, а можно сказать, закрою рот, ты не прав. Я права, да? Это же совершенно разные вещи, разные реакции, разные результаты. Ну, я, например, про Ксению знаю, что о ком бы ты ни говорила, всегда ты с таким восторгом говоришь о людях, с которыми работаешь. Это просто уникально. Вот даже сейчас, за время первой части программы, это волшебница, это замечательно, это пришла чудесная. Вот они приходят такие, да, они обыкновенные люди, все мы обыкновенные люди. Но в каждом надо увидеть вот эту вот капельку чуда, которая, несомненно, есть в каждом человеке. Я здесь согласна. Я вообще считаю, что красота, она в глазах смотрящая. То есть, ну, я вот вчера на группе сказала, знаете, вчера новая группа началась. Это первая вообще группа после карантина очная, и это первая летняя группа. До этого летом группы не работали, летом никто учиться не хотел. Но в этом году, в этом удивительном 2020 году у многих все впервые. Да, и поэтому вчера стартанула первая летняя группа, и я... У меня есть такое хобби, Рит, я наблюдаю за людьми. Я вот прям вот... Вот эти вот картинки я себе начинаю рисовать истории, да. Вот, например, идут папа с ребёнком, да, и я вижу, как папа для того, чтобы услышать, что говорит малыш, да, затормаживает ход шагов своих больших, поворачивается к ребёнку, присаживается. Понятно, что утром, ведя в сад, эти 27 секунд, они дико дороги. Но это такая инвестиция в будущее, когда папа, не походя, да, а он затормозился. Да, то есть я понимаю, что это здорово. Или, например, когда я иду, вот тоже я недавно рассказывала, передо мной идёт пара, пожилые люди. Они такие красивые, они вот, ну вот видно, у них такие глубокие отношения, и мы останавливаемся на светофоре, и я не выдерживаю, говорю, вы такие красивые. Они поворачиваются, краснение, говорит, правда, я говорю, удивительно. Я всю дорогу за вами шла и думала, какие вы красивые. Вот то, о чём я всегда думаю. Если пришла в голову мысль сказать что-то, надо говорить сразу. Но позитивное подкрепление… А вы разойдётесь, и всё, и они её услышат, и ты не скажешь. И этого может не быть. Этого правда может не быть, да. Ну вот сразу хочу даже процитировать. Всё-таки вернёмся мы к этому периоду изоляции, да, как вы его прошли. Хочется очень поговорить про этот проект. Ты не одна. Фраза у тебя на страничке я прочитала. И вот оно всё началось. Я не помню там в деталях. Мы оглянулись и увидели много парящих птиц, которые не упали духом. Это о людях. Это о людях. Много парящих птиц, которые не упали. Это до слёз просто, да. Ксения, давай про вот этот период. Что это за акция? Как вы её придумали? И что такое? Вот каждая усталая мама могла вам позвонить и сказать «Я усталая мама». И может. Не только могла. Это не… Вот только мы вчера сказали, что этот проект, он должен остаться. И получает она горячий обед. Ты знаешь, на самом деле, ну как бы я одна из этих мам. Но у меня очень крепкий тыл. У меня удивительный муж. Это моя опора. Это мой партнёр. Это не половинка. Знаешь, я дико люблю выражение Фаины Раневской. Половинка бывает только у таблетки и у жопы. Извините. Вот. Но это правда. Он отдельная единица. Я отдельная единица. И наши двое пацанов – это тоже отдельные единицы. Я недавно, я вот тоже, как все абсолютно нормальные люди, нуждаюсь в поддержке. Я всё это время работала в глубокой терапевтической группе израильского психолога Леа Веденской. Группа называется «Точка опоры». А пятая точка – опора смыслов. Сама для себя. Сама для себя, как участник группы. Пятая точка – опора смыслов. Это про то, как выбираться из того отверстия, в котором мы сейчас все оказались. И вот там я на группе, когда меня спросили, почему ты ничего не говоришь про своих детей там? В этом же смысл жизни. Во мне смысл жизни не в детях, а в жизни. То есть это совсем другая история. Дети, они, правда, наши гости, как говорил Корчак, они приходят и потом уходят. И наша задача, чтобы его гостевание в нашей семье, оно всё время потом был откат в теплоту, а не во что-то другое. И я очень хорошо помню, как всё начиналось. Вот у меня прям картинки перед глазами. Я прекрасно помню, как 12 марта в 4 часа дня я сижу в кафе, смотрю на пустую Гертрудес, и я понимаю, что если сейчас я не сокращу штат, я погибну. Это очень тяжёлое решение. Это правда тяжёлое решение. Сейчас я думаю, как мне начинать возвращать людей. Следующим решением было просто передислоцировать, выйти самой за стойку, чисто из экономических соображений, и поменять должности девочкам. Следующим решением было сократить рабочие дни. То есть мы постепенно вошли в кризис, полностью собравшись. То есть вы не закрывали редкие случаи? Рит, не на секунду. 14 марта, когда я получила письмо из соцслужбы о том, что мы прекращаем деятельность, ну это было понятно, но это вот, ну ты когда просто открываешь и видишь, что всё. Я спустилась в подвал, в мам-кафе, кухня в подвале, мы зовём подвальные жители, и говорю, ребят, вот сейчас наступает ваш звёздный час. Вот прямо сейчас вы становитесь мам-кафе как единица, и вы просто начинаете кормить людей. И работы было очень много. У меня девочки иногда плакали. Я приходила, они плакали от усталости, от непонимания того, что происходит, от каких-то непонятных организационных моментов, потому что всё оттачивалось на ходу. И ко мне вдруг стали приходить мамы с детьми. Мы не закрывались, мы соблюли все меры, мы тут же растащили столы, мы написали таблички ещё до того, как от Кабмина вышли руководства. Я по образованию врач, и мне эпидемиологические мероприятия близки и знакомы. То есть мы всё сделали. Мы поставили перчатки, дезинфекторы, растащили столы, всё-всё-всё. У девочек мыть руки, обрабатывать каждый раз терминал после контакта. То есть всё было. Иногда к нам заходили люди, говорили, у вас как в операционную. У нас пахло хлоркой, потому что появились исследования, что ковида-молекула липнет к хлору. Я порог мам-кафе обливала доместесом. Ну то есть как бы... У нас было безопасно, правда. И мы организовали свою доставку. У Андрея, у мужа моего, поскольку аренда машин упала, он стал работать курьером, он стал возить еду. И вдруг в один день приходит несколько мам, которые, заходя, говорят, блин, я так устала. Я хочу, чтобы не готовить, и никто за мной не мыл посуду. Я просто пришла к вам поесть. Одна, вторая, третья. В один день. Но пространство, оно так вот тебе начинает закручивать, показывать, и ты понимаешь, что вот оно. И в этот же вечер, это был понедельник, приходит ко мне замечательный мальчик наш, рижский, Габриэль Левин-Сафрир. Он диамонтер, он занимается бриллиантами, он эксперт по бриллиантам. Вместе со своим папой. Их два у нас в Латвии. Да простит меня Габриэль. Его имя на Тель-Авивской алмазной бирже, оно дорогого стоит. Он здесь, ну как бы в Риге, не очень многие про него знают. Он приходит и говорит, Ксень, вот у меня есть какая-то сумма, давай что-нибудь сделаем. Давай кого-то кормить. А мы до этого времени уже кормили 10 стариков. Смотри, как удивительно, да, люди реагируют. Вот случилась эта ситуация, кто-то в норку к себе закрылся, а кто-то говорит, ну давай что-то сделаем. Вокруг меня не было тех, кто закрылся. Вокруг меня в основном были вот те птицы самые, да. И вот пришёл Габриэль и говорит, ну, Ксень, вот у меня есть такая сумма, давай что-то сделаем, давай кормить стариков. Я говорю, Габриэль, мы их уже кормим. Ну, в самом начале, как бы я написала, я могу 10 человек кормить, просто так. Ну, потому что могу. Вот, и мы кормили, приезжали волонтёры, мы отдавали еду, и 10 порций в день уезжали бабам, дедам, как говорили мои девочки. Вот, и я говорю, Габриэль, вот такая история, давай. Он говорит, ну, непонятно. Я говорю, ну давай, посмотри, их сколько этих, мам, вот их сколько. И сделай и будь услышанным. Я пришла вечером домой, это был понедельник, 22 марта, по-моему. Я набрала пост на компьютере, стояла рядом за спиной Андрей, и он говорит, Ксения, какой-то проект сырой, непонятно, что будет. Я говорю, посмотрим. И на следующий день мамкафе не работала. Мы обрушились, потому что с 6 утра стали раздаваться звонки, правда ли, что мы кормим бесплатно маму по паролю «Я устала». Ну, это, конечно, это очень рискованная идея. Я сейчас начну реветь, потому что люди звонили и плакали. Когда я говорила «да», они начинали рыдать. То есть, ну, а комментариев там, я не знаю, в этом посте, если поднять, там, по-моему, их 500. Но я даже добавлю, что даже не усталые мамы, которые не нуждались в этих обедах, они тоже плакали, потому что, когда ты о таких вещах читаешь, что-то происходит у нас, рядом. Это, конечно, ну, я не знаю, я даже не буду ничего говорить. Первый же день мы потратили всю сумму, которая была нам датирована. Габриэль сказал, что он в час ночи перестал читать комментарии, потому что он эмоционально не выдерживал, а у него нет детей, он юный, он молодой совсем. И он вечером прибежал и говорит, Ксения, ну, вот у меня еще, и говорю, так, стоп, подожди, сейчас мы справляемся. А потом началась фантастическая история. Мамы, которые приходили в мам-кафе пообедать, то есть, мы не только доставляли, но как бы идея проекта, чтобы мама смогла вырваться, посидеть полчасика, поесть супчик, попить чаек, почитать журнал. То есть, можно кормить на месте, а можно кормить с выездом. Да, но многие просто соблюдали самоизоляцию, не могли выйти, да, и мы возили, правда. Вот. В первый день мы порвались, да, то есть, мы летали по всему городу, это было, ну, это было, это было броуновское движение. И потом мы поняли, что, например, один день мы везем в Эдсмилгравис, второй день мы везем в Иманту, третий день мы везем в Плявники, Пурциемс, четвертый день мы везем туда-то, пятый день мы везем туда-то. Да, и было столько благодарностей, да, это, вообще, эта история ни разу не про еду. Она про поддержку. Конечно. То есть, мне, конечно, спрашивали, а как ты знаешь, нужно ли ей этот обед? А вдруг тебя обманут? А вдруг тебя обманут? Если она позвонила, ей нужен этот обед. Ей он нужен. Она знает, почему. Вот и все. И потом начались волшебные истории, потому что мамы, которые пришли в смятении, потому что произнести, там, я устала, некоторые это произносили шепотом, да, и мы говорили, да, да, вот, мамочки на обед его называют, мои девочки, вот, и они, придя единожды, получив свой мамин обед, они потом приходили, возвращались, покупали обед, и я им говорила, девчонки, а можно же воспользоваться? Они говорят, нет, пусть другие воспользуются, пусть вот эта плата, да, оплата за обед станет поддержкой для вас, чтобы вы смогли дать больше, да, то есть, это такие истории фантастические, или, например, когда курьеры, я получала там, есть у меня, ну, подруга замечательная, она фантастическая мама двоих детей, все она одна, да, она работает как вол, и она, увидев этот пост, она написала, и я знаю, что она из тех же уставших мам, и она мне написала, я буду возить им еду, куда угодно, и таких мам было много, да, и молодые люди приходили, вот к нам приходит мальчик, мальчик, Родион Зиневич, он молодой человек, он сказал, Ксения, я могу им возить, то есть, я знала, что если вдруг я не смогу, да, у меня есть вокруг люди, которые готовы это делать, есть на кого положиться, да, и стали приходить люди приносить деньги, просто приносить, говорить, покормите, и мы рассчитывали, да, и я готова к тому, что этот проект будет жить, потому что эти мамы не кончаются. Это, конечно, фантастика, и тут опять вспомнил, Золушку, да, это моя любимая фраза, когда-нибудь вас спросят, а что, собственно говоря, вы можете предъявить, никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. Вот это, собственно, про вас. Ксения, ты, конечно, сейчас удивишься, но наша программа подходит к концу. Мне кажется, мы только-только начали говорить, да, но очень важные вещи проговорили, и вот этот проект «Ты не одна», да, вы писали, у вас была эта надпись написана, «Ты не одна». Мы, помимо обеда, мы старались максимально, мы с самого начала так начали делать, всем нашим клиентам, которые получали от нас обед, мы стали класть конфетку, печеньку, зефирку, чаёчек, просто в пакетик, ну, какой-то наш комплиментик, и я стала от наших коммерческих клиентов, которые платили нам деньги, за еду, получать фантастические отзывы о том, что, да, еда вкусная, но вот эта конфетка и пакетик чая напомнили мне о том, что я давно не пила чай с мужем. Вот эта зефирка, которую я сегодня получила, вы не поверите, я зефир отправляю всем подругам, но сама никогда не покупала себе, да, то есть вот эти вот вещи такие вот, или, например, у нас как-то случилось, съели весь зефир наш, да, мы в неделю где-то съедаем две коробки зефира в шоколаде, ну, наши клиенты, и звонят наши ребята, компания СТРБТС, и говорят, у нас нет сегодня зефирок. Что такое? Ну, я говорю, сегодня без зефирок, извините, да, то есть вот это вот про зефирки, про конфетки, про чай, который ты давно не пил с мужем, и мы писали мамам, ты не одна, она правда не одна. Это про то, как много любви в мелочах может передаваться, да. Спасибо огромное. Я хочу напомнить, что вот эта замечательная женщина, Ксения Соловьева, она еще организует летний лагерь для детей, вы можете на ее страничке посмотреть очень подробно, это будет замечательный лагерь. Ледний выпуск в этом году. Дневной. Да. Очень хорошем месте. Все подробности на страничке Ксении Соловьева и Мам-кафе, наверное. Сейчас меня можно найти за стойкой барной в Мам-кафе, я сейчас работаю буфетчицей. Легер Трудов 56. Я гениальная буфетчица, как сказала Лея Веденский. Кстати, еще вот, если у нас пока есть секундочка, с 1 июля, нет, 1 среда июля, это какой-то там 3 июля, я буду в Юрмале каждую среду с 5 до 7, это для людей, которые не выезжают из Юрмала, в Юрмальской синагоге Бет-Исраэль я буду читать лекции по родительству, поэтому Юрмальчик пускает всех, то есть это не для иудеев, это для всех, поэтому приходите в гости. Вот видите, сколько мы новостей вам сегодня рассказали, личное утро с Ксенией Соловьевой прошло замечательно. Ксения, спасибо большое. Спасибо тебе. Хорошего дня, и пусть лето сложится удачно, не будет больше таких испытаний. Спасибо. До свидания.